всех приветствую мои родные любимые и сердце моим дорогие христолюбчики и братцы и сестры во христе и все люди на земле всем желаю всего самого доброго светлого радостного и мирного в сердца в душе света в умы радости и мира и любви в дома в семье чтоб все у вас было хорошо мы с вами продолжаем серию роликов о йоге во христе ли его глазами христианина поводом который явился комментарии елены о том как я отношусь с вопросом о том как я отношусь к практике йоги могут ли христиане заниматься этим восточным искусством мы с вами двигаемся потихонечку дошли мы с вами идем пока по первой вступили на первую ступень это ступень степень или ступень яма йога у нас с вами сегодня седьмая добродетель это да я седьмая до 7 да я давайте читаем что же это такое да я санкрытский термин означающий милосердие милость сострадание стремление помочь всем страждущим в индийских религиях да и считается одним из божественных качеств и одной из основных добродетелей в индуизме да и является одной из четырех основ брахманической культуры наряду с тапасом аскетической сати и правдивостью и шаучам чистотой в одиннадцатой главе седьмой песни бхаковата пураны нарада рассказывая юдхиштхире о религиозных принципам которым должен следовать человек упоминается 30 добродетелей которые следует обрести любому кто родился человеком нарада утверждает что это что этого будет достаточно чтобы удовлетворить верховную личность бога первые четыре из перечисленных народы нарады и добродетели это сатья да я тапас и шаучам в 17 главе 1 песни бхаковат пураны да и описывает как один из толпов религии одна из четырех ног быка олицетворяющего дхарму все хизме да я выступает как одно из основных понятий это наивысшее из пяти качеств которые каждый сикх должен пытаться развить в своем характере и на котором необходимо медитировать во время декламации гимнов ситих гуру гурбани важность достижения этого качества подчеркивается в священном писании сикха в гуру грант сахиби да я означает чувствовать и принимать боль и страдания других живых существ как свои собственные то есть какое у нас определение дая дая означает чувствовать и принимать боль и страдания других живых существ как свои собственные тот кто обладает качеством дая при виде страданий других немедленно начинает сострадательно действовать с целью помочь страждущим я обращаю на эти слова внимание особое особенно хочется семья будет слышать протестант чтобы он услышал да им далеко еще до йоги даже не то что до христианства дая противопоставляется химсе насилию гуру на на говорил что тот кто развил себе это качество предпочитает умереть сам нежели быть причиной смерти других ничего мне напоминает когда я не раз говорю что ты лучше сдохнуть чем я убью хоть одно живое существо на даже ради похоти своего чрева или ради даже своей жизни моя жизнь не ценея любой другой жизни и моя жизнь не имеет никакого права на жизнь другого в этике сикхизма дая является одной из базовых моральных предпосылок в сикхизме бог и гуру являются даял пурак сострадательными личностями и бакхасанд все прощающими ну что же мы с вами сегодня прочитали о чем у нас речь слушайте я как христианин даже не знаю стоит ли вообще говорить об этой добродетели тот хоть когда-нибудь кто хоть раз в жизни прочитает евангелие то он убедиться что иисус это сам само воплощение да и само воплощение и совершенство да и потому что все евангелие просто переполненными переполнено сострадательными благодетельными реальными делами иисуса к людям больных исцелял мертвых воскрешал бесноватых освобождал от нечистых духов голодных кормил нищих нищих одевал мы знаем что они носили с собой ящик куда складывали пожертвование все они это раздавали мы с вами знаем конечно же тут даже говорить о чем-то я могу лишь конечно цитаты фраз и призыв иисуса к милосердию к добру просто преисполнено даже те короткие евангелии которые у нас у христиан имеются я напомню лишь одно самое наверное такое можно сказать важное центральных где из ну чтобы просто всю совокупность туда вместить иисус той же сам на горной проповеди где призывал о любви учил и призывал к любви к влюблю любить врагов своих да так скажем заканчивают эту мысль о том что мы должны быть совершенными и милосердными как милосерден отец наш небесный ибо он подает дождь на праведных и неправедных на добрых и злых свои блага распростирает уж тем более это я про врагов говорю с чего начинается и чем заканчивается христианство а уж о любви к ближнему всем известно вопрос который задали иисусу да кто мой ближний он рассказал притчу о добром самарянине всем на даже не христианам тоже известную и чтобы все поступали также да мы помним как иисус так удивительно из нее сделал такие выводы что иди ты поступай также и на вопрос тому но мой ближний оказалось что мой ближний тот кто мне помогает хотя там по идее смысл при призывал иисус конечно же был прямой смысл прежде всего помогать нуждающимся да но он искал что ближним не оказывается на самом деле тот кто и мне помогает если хочешь сблизиться с человеком так помоги ему и ты становишься к нему ближе да ну то есть ими ты сам может быть далеко до одно дело тимим проходишь другое дело где-то на другом конце света до тебя дошла мысль так ты сам приблизься к этому человеку помогая ему вот и понятно говорить о сострадании милосердии во свете христианства что-то еще добавлять просто это надо один раз прочитать жизнь учения иисуса христа чтобы понять кто такие в теории должны быть христианами кто такие должны быть ученики иисуса христа это должны быть такие же милосердные люди сострадательные ко всем живым существам конечно псевдо христианство таковым как православик тельцинспорт и статина все это чуждо у них нет никакого сострадания к животным у них нет никакого практически сострадания к людям до начиная с того же самого патриотизма заканчивая элементарными вещами о какой-то помощи нуждающимся да действительно там есть хорошие люди я никогда этого не отрицал да но основная своя масса учения все это просто бла-бла-бла слова и а порой даже и слов никаких нет вы что услышите мы с вами уже все-таки на какой-то на каком шаге на седьмом шаге с первой ступени и началось оно все что с непричинение насилия вообще йога и буддизм там индуизм в основной массе все наверное восточные учения религии не делят мир на человека и знаете все вокруг него остальное его в его рабстве его подчинение в этих восточных учениях мир видится этими людьми этими учителями теми проповедниками теми кто является их не потом учениками и последователями они ведь весь мир как одно живое существо в отличие от псевдо христиан да которые почему-то животных как фашисты поставили на планку ниже себя животные которые живые чувствующие существа рыбы птиц у которых есть глаза которых есть уши которых есть голос которых есть сердце у которых есть ум которых есть кровь который душак и те же самые христиане якобы это исповедую и эти люди способны причинять не только не только не причинять а еще причинять это каком сострадании а какой защите а какой любви до идет речь нет это редкие христиане по велению сердца несмотря на все свои культы даже порой в них состоя идут наперекор своим учениям да и делают то что повелевает им господь в сердце но опять же не имея предыдущие добродетели помните стойкости да можно все-таки от этого отойти их не учителя могут в человеке все самое доброе задушить а конечно же в настоящем христианстве естественно вот этого сострадания ко всему уже чувствующим живому творению божьему она естественно первое дело в христианстве должно быть да и помогать всем нуждающим страждущим причем как я уже еще раз повторюсь не не устанут повторять это не только люди это все нуждаются в помощи все живые чувствующие существа это природа нуждающая в нашей заботе да она тоже мучается порой когда мы на нее неизвестно честь не вытворяем вот человек ощущает эту боль он же здесь как хорошо написано что человек не просто сопереживает а эту боль считает своей болью на умовом уровне понятно сам он ее не переживает потому что вряд ли сейчас наносится непосредственно не его телу да но он понимает что и в жизни когда-то испытывав такую же подобную боль может на себя спокойно перенести более того человека более того животного к сожалению псевдо христиане чуждом чуждо далеки вообще от этого как земля как небо от земли как земля от неба да так скажем но настоящее христианство конечно же именно в этом именно в сострадании об этом я говорю достаточно один раз прочитать евангелие к сожалению христа сделали каким-то да беспощадным к животным существам человеком вот именно псевдо христиане таким сделали но он был не таким это сам бог явивший во плоти это само милосердие это сама любовь естественно сам иисус никого не никогда не убивал мы видим что он попав в капище соломона оттуда всех животных высвободил до чтобы их не приносили жертву да иисус не позволил никакого ягненка есть на пасхе еврейской до заменил этого ягненка хлебом заменил в каком плане вообще там не было мы видим как иисус был самой любовью при этом самого иисуса всегда почему-то изображают такого да с барашечком там нежно которого он гладит но при этом потом эти псевдо христиане вам расскажут что на этого барашка ах какой барашка зарубил и съел да конечно же ничего общего с истиной это не имеет это псевдо христиане лжецы и подлецы которые ничего не познали в этой жизни никакой истины далеки от нее как я уже сказал так же как земля от неба вот вот и ответил на вопрос что такое йога да я практика да и первые ступени или степени яма йоги что это такое мы сегодня ответили отвечаю на вопрос елены как я отношусь положительно нужно ли заниматься такой йогой практиковать такую йогу такой добродетель христианам не то что нужно обязаны обязаны практикует основная масса псевдо христиан нет конечно и никакого дела нет у них не нет никакого ощущения более живого существа они мог смотреть в глаза до бедному животному и отрубить ему голову для них вообще не проблема если сами не мог то они спокойненько это проплачивает и живут мне а себе что они праведники да и за веру в исторического иисуса христа в его приход на землю и его якобы искупительную жертву всех моих грехов то есть я погрешу грешил и продолжаю грешить мне все до лампочки но иисус взял мои грехи и пригвоздил к христу принеся себя в жертву богу отцу в это безумие веря протестант убежден и православный думая что он поплакав под полотенчиком у батюшки они окажутся в небесном царстве нет они окажутся обманутыми самообманутыми и будут гореть в аду до тех пор пока не раскаются и не реализует в новой жизни свое покаяние в дело а а а а а а а и а а а Субтитры создавал DimaTorzok